По традиции, летом в России проходят различные молодежные образовательные форумы, на которых активная молодежь до 35 лет может получить поддержку на развитие своих проектов, бизнеса или просто перенять опыт экспертов своего дела. Сегодня форум является информационно-образовательным и дискуссионными площадками. О том, где побывала этим летом молодежь в Заполярье и на какой форуме еще можно успеть подать заявку на участие, смотрите в нашем следующем сюжете. Встреча с экспертами, полезные мастер-классы и тренинги – яркая культурная программа. В последние годы среди молодежи стало привычным посещение образовательных форумов разной направленности. На одном из таких форумов в этом году впервые побывал Дмитрий Шубин. Территория Смыслов – это крупнейшая образовательная площадка России, которая ежегодно собирает порядка 6 тысяч молодых профессионалов со всей страны, представителей самых разных отраслей деятельности. Для меня это был, конечно, колоссальный опыт. Увидеть вокруг себя тысячу человек – это как бы такой небольшой город. И все время было какое-то движение. Нас поделили по 20 человек в командах, и все время вот каждая команда что-то пыталась сделать. У нас не было задачи что-то там показать, но у каждой команды почему-то была такая энергия. И все делились своими эмоциями. Что-то кто-то показывал, какие-то сценки, мини, там игры проводили друг друга. И вот не было такого барьера, что мы незнакомые люди. Образовательная программа форумов, как правило, включает выступления профессионалов федерального уровня, среди которых представители правительства России, авторитетные политики, экономисты, общественные деятели, предприниматели и шоумены. Вся программа была построена вокруг грантов, то есть что получали гранты. А там еще вот образовательная программа была построена насчет диалог на равных. То есть каждый день было два диалога на равных с какими-то медийными людьми. То есть там приезжали как братья Запашины, так и проектора, ректора. Также приезжал директор компании LG, и было интересно их послушать. А вечером проходили вот уже такие точки смыслов, на которые проходили образовательные программы. То есть как социальное предпринимательство, так и какие-то точки роста. Чтобы попасть на форум, достаточно пройти регистрацию и подать заявку либо на сайте форума, либо на АИС «Молодежь России». Главные условия – ваши достижения и возраст от 18 до 30 лет. В этом году около 50 человек из Ненецкого округа уже посетили молодежные площадки. Еще 45 отправятся на форумы до конца года. Среди них – осенние смены форума «Таврида», в рамках которого будет организован фестиваль «Таврида-арт». На него отправятся 15 участников из Ненецкого округа. Это ребята, которые заинтересованы, это больше творческие профессии, это музыка, это есть «Таврида-табро», «Таврида-КВН», «Таврида-арт», «Танцы», «Таврида-арт», «Народная смена». Кинотеатр – это вот то, что будет проходить на этом форуме. Наши ребята будут задействованы полностью на разной направленности программы, которые у них есть по обучению у каждого отдельно. И также они примут именно в самом большом фестивале «Таврида-арт» участие, где смогут познакомиться с новыми, ну точнее, как уже с теми людьми, которые у нас в стране имеют достаточно большую, ну, знаменитые люди. Как отметил Антон Пустовалов, в форумной кампании активно стала участвовать не только городская молодежь, но и жители сел округа. В свою очередь глава региона Александр Цибульский отметил необходимость привлекать к выездным мероприятиям и сельских детей. Уже для наших детей из сел возможность куда-то выехать и погрузиться в современную молодежную среду, ну, очень сильно ограничено. Поэтому наша с вами задача максимальная в этом помогать. И вы молодцы, что сейчас расширяете вот то, что называется внутреннюю географию участия. Надо дальше идти, надо больше детей из сел привлекать к таким выездам, к такой молодежной деятельности. Для того, чтобы больше детей из населенных пунктов округа могли принимать участие в выездных мероприятиях, планируется создать комнаты молодежи, например, на базе школ. Это позволит более оперативно доносить информацию о предстоящих форумах ребятам из отдаленных сельских поселений.